В 2020 году Москва вошла в число мировых лидеров по развитию медицинской инфраструктуры и оснащенности по версии Boston Consulting Group. Следующим важным вызовом является совершенствование профессиональной подготовки врачей. Чем больше врач будет знать и уметь, чем большим числом технологических решений будет владеть, тем эффективнее он сможет реализовать свой профессиональный потенциал и более качественную медицинскую помощь оказывать пациенту. Важный аспект век новых технологий – развитие исследовательских компетенций. Новый образовательный проект направлен на развитие исследовательских компетенций в сообществе специалистов первичного звена. В качестве спикеров выступят московские ученые, представители научных журналов и реферируемых баз научных знаний, специалисты НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ. Они расскажут о планировании и методологии проведения научных изысканий, помогут определиться с направлением исследований, подскажут, как опубликовать научные данные и какие ресурсы для этого существуют, как пройти путь к своей первой научной публикации. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня Сафонова Татьяна, менеджер направления HealthCare в России и Центральной Азии, расскажет вам то, чего вы, вероятнее всего, не знаете о системе поддержки принятия врачебных решений. Но и мне очень отрадно говорить о том, что система поддержки принятия врачебных решений активно используется в поликлиниках Москвы и активно развивается в детских поликлиниках. И к этому проекту вы тоже можете присоединиться и принять участие. Поэтому задача наша не только понять, какие существуют российские тренды, но и в первую очередь провести анализ той работы, которую мы делаем, и принять во внимание международные тренды, которые позволят Москве быть вверху здравоохранения мира. Всем во внимании! Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рада вас приветствовать на сегодняшней встрече и хочу прежде всего поблагодарить организаторов за возможность сегодняшней встречи с вами и возможность показать вам электронный ресурс от компании Эльзавир, который называется Clinical Key. Я сначала расскажу вам об этом ресурсе, что он из себя представляет, что вы в нем можете найти, чем он вам может быть полезен. А затем мы с вами зайдем в этот ресурс и в режиме реального времени посмотрим, как он работает. Я хочу, чтобы вы убедились, насколько это богатая информационная платформа и как легко и комфортно можно с ней работать. Я сейчас покажу вам, из чего состоит Clinical Key. Clinical Key, образно говоря, это огромная библиотека, электронная библиотека, в которой вы найдете медицинские данные в формате журнальных статей, книг медицинских, документов, международных протоколов и рекомендаций, и все это хранится в определенных информационных разделах. То есть это огромная библиотека, плюс которой есть технические возможности, которые дают возможность что-то с найденными текстами делать. И не только тексты вы можете найти в Clinical Key, но еще и визуальную информацию. Это изображения, то есть статические визуальные ресурсы, картинки, схемы, монограммы, результаты радиологических исследований, а также видео, видеоролики, процедур, манипуляции, выступления и так далее. Задача Clinical Key – предоставить медицинским специалистам максимальное количество новейшей медицинской информации, достоверной информации. Вы скажете, достаточно много информационных источников на сегодняшний день существует, и можно найти любую практически информацию, но тогда возникает вопрос, в чем же отличие от Clinical Key, и почему, собственно, именно Clinical Key, и почему мы рекомендуем пользоваться именно этим ресурсом. В медицине, особенно в медицине, достоверность информации – это один из важных моментов, важнейших моментов, потому что от этого зависит фактически жизнь человека. И всегда возникает сомнение, если информация берется из какого-то непроверенного источника, насколько ей можно доверять. В Clinical Key вы найдете информацию из области только доказательной медицины. Вы всегда можете найти автора этой информации, вы всегда можете найти издание, в котором была помещена та или иная информация, вы всегда можете найти, соответственно, рецензентов этой информации. То есть каждый раз, обращаясь к Clinical Key, вы можете быть уверены, что это достоверная информация, которую можно доверять и не тратить время на проверку ее истинности. Второй момент. Очень часто имеющиеся информационные ресурсы, особенно медицинские, предоставляют информацию в виде так называемых summaries или abstracts, то есть кто-то, высокий профессионал, дает определенные выводы из определенного контекста медицинского. И это здорово. Но если вы хотите, умеете, любите анализировать самостоятельно найденную информацию, то Clinical Key – это то, что вам нужно, поскольку здесь вы найдете только полный текст. То есть все документы представлены в формате полного текста. Зайдя в журнальную статью в Clinical Key, вы можете распечатать эту статью, вы можете сохранить ее в виде PDF-файла и сохранить на своем компьютере. То есть вы можете вынести эту информацию за пределы Clinical Key и фактически создать свою параллельную библиотеку из информационных источников Clinical Key. То есть это всегда полные тексты. Ну и для научной работы, конечно же, прежде всего, нужен полный текст. И третий момент. Насколько новая информация находится в вашем распоряжении. Clinical Key обновляет информацию ежедневно. То есть каждый день, когда появляется что-то новое в области медицины, что было опубликовано или появился какой-то официальный документ на эту тему, это немедленно находит отражение в Clinical Key. То есть таким образом Clinical Key, огромная электронная библиотека с различными информационными разделами, обновляются эти разделы ежедневно, полные тексты и это достоверная на 100% информация. Давайте сейчас посмотрим, что же это за информационные разделы, которые есть в нашем ресурсе. Во-первых, хочу отметить, что информация в Clinical Key покрывает более чем 30 медицинских специальностей. То есть это не какие-то узконаправленные данные, это более 30 медицинских специальностей. Конечно же, наибольшей популярностью пользуются разделы журналов. Самая новая информация появляется, конечно же, прежде всего в журналах. Более 670 журналов вы найдете в Clinical Key, включая популярный журнал Lancet, который принадлежит издательскому дому Эльзавер. Более 1100 книг вы найдете в Clinical Key, это второй по популярности раздел. Большим вниманием пользуется раздел руководств и практических рекомендаций, включая руководство NICE. В монографии лекарственных средств вы найдете не только информацию от производителя лекарственного средства, это не только описание препарата, это еще и сопутствующие данные по клиническим исследованиям этого препарата. Это рекомендации по мониторингу физиологических параметров пациента, который принимает данный препарат и так далее. То есть это более широкая информация о лекарственном средстве. В разделе клинических тестов вы найдете информацию о всех имеющихся на сегодняшний день в мире проходящих клинических тестах. И это берется из базы данных clinicaltrials.gov. Тот, кто любит работать с Медлайн, найдет ссылки из clinicaltrials в рефераты Медлайн. Хочу обратить ваше внимание, что в clinicaltrials есть два уникальных раздела. Это раздел клинические обзоры и раздел так называемый пациентского обучения, которые создаются нашими специалистами. То есть во всем мире есть медицинские специалисты. Как правило, это специалисты очень высокого уровня. Они сотрудничают с издательским домом Эльзевир. И для clinicaltrials, специально для этого ресурса, готовят эти документы. Что такое клинический обзор и как выглядит пациентская памятка, я вам покажу чуть позже, когда мы с вами зайдем в ресурс, и у вас будет возможность посмотреть, как это работает вживую. Помимо текстовых документов, как я уже говорила, в clinicaltrials достаточное количество визуальной информации. Около 4 миллионов изображений. Как я уже говорила, это могут быть таблицы, диаграммы, графики, нечто иллюстрирующее определенную медицинскую тему. А также это видеоматериалы, видеопроцедур, видеоманипуляции. Это могут быть фрагменты каких-то лекций, презентаций, разбор пациентских случаев. То есть очень богатая видеолитература. Клиникалки используются не только для клинической и научной работы. Как вы понимаете, этот ресурс можно использовать и для обучения студентов. Клиникалки доступен на любом компьютере, на любом ноутбуке. И подключение обычно происходит по IP-учреждению. То есть первый раз, когда пользователь заходит в этот ресурс, регистрируется. Это необходимо сделать на территории, где действует IP-учреждение. Но в дальнейшем можно получить дистанционный доступ. То есть первый раз, зарегистрировавшись в зоне действия IP, в дальнейшем можно работать на любом компьютере, который имеет доступ к интернету с любого места. Кроме этого, доступно мобильное приложение. То есть вы можете загрузить мобильное приложение на любой планшет или мобильный телефон, который поддерживает iOS, Android. И таким образом можете работать даже в общественном транспорте, если есть возможность, опять же, получить доступ к интернету. То есть, обладая этим ресурсом, вы имеете постоянно рядом с собой советчика, который может ответить на любой ваш клинический вопрос. И тогда, соответственно, логично возникает вопрос, где, для чего, для каких задач можно использовать этот ресурс. Вообще, клиник ЛКИ был создан прежде всего для того, чтобы решать клинические задачи. Это так называемый инструмент поддержки клинических решений. Point of care, как это говорят за границей. То есть, прежде всего, задача любого здравоохранения в любой стране это оказание медицинской квалифицированной помощи своим пациентам. И клиник ЛКИ, естественно, направлен прежде всего на это. Но понятно, что квалифицированную медицинскую помощь может оказывать только профессионал высокого уровня. В медицине мы видим, что задача получения новейшей информации с точки зрения повышения профессионального уровня, она имеет огромное значение. Посмотрите, что происходило во время коронавирусной инфекции, когда постоянно менялись протоколы лечения, и когда жизнь пациентов зависела от последних данных, которые получали медицинские специалисты. Клиник ЛКИ подходит одинаково хорошо и для решения задач самообразования, а также может быть использован для профессиональных курсов превышения квалификации, когда получается определенная квалификационная категория. Ну и, как я уже говорила, для научной работы это абсолютно незаменимый инструмент со своими полными текстами и возможностью анализировать информацию с различных сторон. И обучение многие медицинские работники занимаются и преподаванием, поэтому для медицинских студентов огромное количество информации, включая и визуальные ресурсы, которые позволят наилучшим образом проиллюстрировать ту или иную тему. Все изображения клиника ЛКИ очень высокого качества, вы можете их увеличивать до размера презентационного слайда, и качество будет сохраняться. И есть дополнительные технические возможности, которые сделают работу более комфортной, удобной, эффективной. И мы сейчас перейдем с вами к тому, чтобы рассмотреть, собственно, саму платформу, как она работает. На этом слайде вы видите домашнюю страницу клиника ЛКИ, ресурса клиника ЛКИ. Вот так вот выглядит этот ресурс. И вход в этот ресурс осуществляется по ссылке www.clinicalkey.com. Я сейчас зайду в этот ресурс, и мы с вами посмотрим, как работает клиника ЛКИ. Я сейчас нахожусь на домашней странице клиника ЛКИ. Вы видите, что вверху высветилось мое имя. Это говорит о том, что я зарегистрировалась в этой платформе, зашла в эту платформу, и имею доступ к этому ресурсу в полном объеме. Ресурс англоязычный. Это означает, что контент на английском языке, содержание всех текстов на английском языке. Интерфейс, как вы видите, тоже на английском языке. Не у всех уровень владения английским языком достаточно высок, и есть возможность прямо в самом начале изучения этого ресурса несколько облегчить себе жизнь, переведя интерфейс на русский язык. Здесь вверху, в правом верхнем углу, есть меню, которое дает возможность изменить язык интерфейса. Я его меняю на русский язык. Контент при этом остается на английском языке, но весь интерфейс переведен на русский язык. Вы видите по центру поисковую строку, в которую можно ввести поисковое выражение для определения направления поиска информации. Что может быть поисковым выражением? Это может быть анатомический термин, название симптома заболевания, ну, все что угодно, что направит вас в определенном направлении для поиска той или иной информации. С левой стороны от поисковой строки вы найдете все те разделы, информационные разделы ресурса, о которых я вам уже говорила. Можно непосредственно здесь уже определиться с разделом, в котором вы собираетесь искать информацию, а можно это сделать немножко позже. Вот это вот первый способ зайти и осуществить поиск в Clinical Kit через поисковую строку. Есть второй способ через функцию Browse. Если мы опустимся ниже, вы видите, что все те же самые разделы, информационные разделы Clinical Kit представлены отдельными пиктограммами. И я могу прямо отсюда с домашней страницы зайти в нужный мне информационный раздел. Если я знаю, что я собираюсь работать только, например, с журналами, меня интересуют новейшие публикации. Я захожу в раздел журнальных статей, в раздел журналов, и оказываюсь на странице, которая мне дает возможность найти тот журнал, который меня интересует. Вот сейчас я вижу все-все журналы, которые есть в Clinical Kit. Ну, вы видите, что их огромное количество, и, наверное, листать так по экрану будет не очень удобно. Поэтому можно что сделать? Можно пойти в столбик слева и наложить фильтр по медицинской специальности. Вы помните, что в Clinical Kit более чем 30 медицинских специальностей отражено. Можно пойти в поисковую строку именно этого раздела и ввести название журнала. И тогда система вам выдаст непосредственно сразу этот журнал. Если вы не помните название журнала, есть возможность воспользоваться алфавитной строкой. И если вы помните хотя бы букву, с которой начинается название журнала, то можно нажать на эту букву. Я, например, хочу найти журнал «Лансер». Я нажимаю на букву «Л», и система мне выдает все журналы на букву «Л». и те статьи, которые еще находятся в предпечатной подготовке. То есть, представляете, еще никто не видит эти статьи, а пользователи Clinical Kit имеют возможность зайти в эту статью и уже использовать данные этой статьи в своей работе. Я нажимаю на название этой статьи, и вы видите статья в печати, но я уже могу работать с данными, которые находятся в этой статье. Я не имею, к сожалению, базового медицинского образования, но работаю с медицинскими ресурсами. И мне порой бывает очень сложно понять содержание медицинской статьи на английском языке. Есть возможность перевести текст на русский язык, но сделать это можно с помощью Google-переводчика. Это, конечно, не стопроцентно контекстный перевод, но тем не менее, мне во всяком случае он позволяет понять лучшее содержание статьи. И я знаю, что некоторые специалисты пользуются этой функцией для улучшения понимания большей адаптации к имеющимся текстам. Вообще в Clinical Kit можно заходить через любые браузеры. Edge, Mozilla, но я люблю Google Chrome именно для того, чтобы подключить Google-переводчик. Я его подключила. Вот здесь у меня есть иконка, которая говорит о том, что я подключила Google Translator и могу им воспользоваться. Очень коротко напомню, где его найти. Это очень просто. Зайти в меню Google, найти раздел More Tools и раздел Extensions. И там вы найдете кнопочку, чтобы подключить Google-переводчик. Я подключаю Google-переводчик, нахожу русский язык и могу прочитать текст, найденный мной статьи, на русском языке. Мне так удобнее. Что еще можно сделать с этой статьей, кроме как прочитать ее на экране? Я сказала, что есть некоторые технические инструменты, которые делают работу с Clinical Kit и комфортные. С правой стороны вверху вы видите пиктограммки, которые подсказывают, что еще можно сделать с этой статьей. Я сейчас отключу Google-переводчик, чтобы он не мешал. И давайте посмотрим, что еще можно сделать. Можно распечатать эту статью, как я говорила, можно создать свою собственную печатную библиотеку, вынеся информацию из Clinical Kit. Можно переслать эту статью по электронной почте, можно загрузить PDF-файл, сохранить на своем компьютере. Очень популярная функция среди наших пользователей. И можно сохранить эту статью в пределах Clinical Kit. То есть эта функция дает возможность делать свою личную библиотеку в пределах Clinical Kit. Что это дает? Это дает возможность в следующий раз, когда вы заходите в ресурс, не осуществлять заново поиск, а сразу же обратиться к своей библиотеке и продолжить в ней работу. Библиотека находится вот здесь же, в меню, которое я вам уже показывала, в разделе «Сохраненное содержание». Я уже сделала себе такую библиотеку, и вы видите, что я создала полочки в этой библиотеке, и на каждой из этих полочек лежит нужная мне статья. И когда в следующий раз я зайду на домашнюю страницу Clinical Kit и захочу поработать с какой-то интересующей меня статьей, я обращусь в раздел «Сохраненное содержание» в свою библиотеку и буду работать с теми статьями, которые мне были нужны. Вот таким образом можно найти информацию через функцию «Брауз». То есть если мы точно знаем, какой информационный раздел нас интересует. Все очень просто. Давайте посмотрим, как осуществить поиск через поисковую строку. Разумно пользоваться поисковой строкой, когда нам нужен более чем один информационный раздел. И я ввожу в поисковую строку ключевое слово, к сожалению, в последнее время очень часто использующееся. Пусть это будет COVID. Вы видите, что система подтягивает клинически значимые соответствия, то есть позволяет вам более четко с самого начала подобрать наиболее релевантное выражение для поиска. Я выберу очень общее значение COVID. И система мне даст 25 тысяч результатов поиска, то есть по всем информационным разделам, все материалы, которые содержат ключевое слово для поиска. Ну, понятно, 25 тысяч результатов это слишком много, надо как-то сужать результат поиска. С левой стороны вы видите фильтры в виде информационных разделов. То есть точно так же, как мы смотрели сейчас журналы, можно отфильтровать данные результаты по журнальным статьям. Или выбрать только изображения, или только клинические испытания, и так далее. То есть можно отфильтровать данные по информационным разделам. Далее есть фильтр по типу статьи. Далее фильтр по медицинской специальности. Можно отфильтровать данные по медицинской специальности. И последний фильтр – срок давности публикации. Можно взять более ранние публикации, можно взять более поздние, свежие публикации. Вот такие фильтры помогают сузить поиск, результат поиска по необходимой тематике. И я вам обещала показать более подробно, когда мы будем смотреть этот ресурс, два уникальных раздела – «Клинические обзоры» и «Пациентское обучение». Ищем с левой стороны в столбике информационный раздел «Клинические обзоры». Выбираю понравившийся мне клинический обзор, нажимаю на название, захожу в текст этого документа, и логика точно такая же. Я могу читать этот документ на экране, я могу, вот они, пиктограммки справа вверху, распечатать этот документ, могу отправить по электронной почте, сохранить в своей библиотеке в клинике ЛКИ. И я сейчас подключу Google-переводчик еще раз для того, чтобы показать вам структуру этого документа, а это очень важно, потому что этот документ имеет всегда жесткую структуру. И структура документа, она указана с левой стороны в столбике. Почему это важно? Вы всегда будете уверены, что любой другой клинический обзор, но любую другую тему будет иметь именно эти разделы. То есть вы точно знаете, что вы найдете ответы именно на эти вопросы в этом документе. То есть структура всегда сохраняется, поскольку это наш документ, мы его сами готовим, наши специалисты его делают. И вы видите, что в этом документе очень много короткой, но разноплановой информации. Тинопсис, терминология, диагностика, физические обследования, причины заболевания, факторы риска, диагностические процедуры и так далее, и так далее, и так далее. Варианты лечения, медикаментозная терапия, немедикаментозная терапия. То есть вы видите, что очень много, достаточно коротко, передвигаться можно, и нажимая на сам раздел, вы видите, что очень коротко можно найти ответы на очень важные вопросы. Уберу опять Google-переводчик, для того, чтобы он не мешал демонстрировать логику работы системы. И хочу обратить ваше внимание на то, что поскольку этот документ создается нашими специалистами, всегда есть референсные ссылки. То есть доказательная медицина, и вы всегда уверены, что данные всегда имеют своего автора. Вы можете по перекрестным ссылкам из референсных значений перейти на те документы, откуда пришли данные в этот клинический обзор. То есть все настолько прозрачно и настолько доступно, что в вашем распоряжении оказывается наиболее полная информация, какая только может быть. Давайте вернемся к результатам нашего поиска. Я очищу все фильтры, которые уже наложила, и покажу вам второй уникальный раздел, который называется «Пациентское обучение». Я введу другое значение для поисковой строки, чтобы… Не буду вводить. Пусть останется это. Потому что документ, который я хочу вам показать, он очень красивый, очень хороший и очень актуальный. Ищем раздел «Образование пациента». Очень злободневная тема. Что делать, если я болен коронавирусной инфекцией? Пациентские памятки переведены на более чем 15 языков. Суть этого раздела в том, что пациенты должны получить информацию на наиболее знакомом для них языке. Выбрать язык можно вот здесь. Выбираем русский язык и попадаем на следующий экран, который позволяет сформировать эту памятку для печати. Можно добавить еще один язык, если пациенту требуется. Можно добавить какой-то дополнительный текст от врача, поскольку текст памятки стандартный, его изменить уже невозможно. Можно ввести контактные данные лечащего врача, можно изменить размер текста и в конце концов создать PDF для печати. И я создаю этот документ. Он создается, вы видите, в течение буквально одной секунды. И вот она памятка на русском языке. Вы можете ее распечатать и выдать на руки пациенту. Это очень удобно, чтобы доктор не тратил время на написание каких-то рекомендаций. Есть стандартные документы. Вот таким образом работает этот уникальный раздел. Очень удобный и очень востребованный среди наших пользователей. И последнее из технических возможностей, что я хочу вам показать. Я покажу вам, как можно создать, находясь в клинике ЛКИ, автоматически презентацию. Презентацию для выступления на внутрибольничном мероприятии или на каком-то даже международном мероприятии, а также для подготовки лекции для студентов, для тех, кто занимается преподаванием. И вот здесь я, пожалуй, введу другое ключевое значение для поиска, поскольку все-таки разнообразие какое-то должно быть в визуальной информации. Пусть это будет тоже злободневная тема, диабет, и мы выберем изображение. Мы выбираем с левой стороны в столбике раздел «Изображение». И вы видите достаточно большое количество этих изображений, огромное количество изображений. Я могу выбрать любое понравившееся мне изображение и занести это изображение в PowerPoint файл. Я нажимаю на изображение, вы видите, что вот оно поближе теперь. Есть определенная аннотация. Я могу посмотреть это изображение в источнике, то есть через изображение. Я могу обратиться к изданию, где было это изображение размещено, и почитать, соответственно, источник, если мне это необходимо. В источнике, кликнув на изображение, я опять к нему вернусь, к самому изображению. Под изображением есть уже знакомые вам иконки, которые позволяют сориентировать вас, что можно сделать с этим изображением, кроме как посмотреть на него на экране. Его можно распечатать, отправить по электронной почте, можно сохранить в своей библиотеке в клиникалке, как я уже вам это показывала, будет сохранено отдельно это изображение, а можно добавить его к презентации. Я нажимаю на значок «Добавить к презентации» и могу либо уже выбрать известную мне презентацию, она уже существует у меня, или создать новую. Я создам новую презентацию и пусть она называется «Тест 0508». Нажимаю кнопочку «Сохранить» и нажимаю кнопочку «Добавить», чтобы это изображение добавилось в презентацию. Все, презентация сохранена, то есть есть уже этот файл PDF, все, уже все сделано, не нужно выходить из клиникалки. Где же теперь найти эту презентацию? Нажимаю на уже известное меню в правом верхнем углу, ищу раздел «Презентация». И вот она, пожалуйста, презентация, которую я создала только что у вас на глазах. Вот этот слайд, который находится. И если я сейчас нажму кнопочку «Экспорт», точно так же, как файл с памяткой для пациента, создаст файл в формате PowerPoint, и в нем можно будет продолжать работать и редактировать его, как любой PowerPoint-файл. Вот вы видите, сколько секунд мне потратилось на то, чтобы технически создать файл в формате презентации, который можно использовать на любом выступлении или для преподавания. Мы требуем только одно – сохранять на файлах, которые используют наше изображение, ссылку на копирайт. Наши логотипы, все аннотации вы можете менять, редактировать, делать с этим все, что вам требуется. Единственное, сохранить ссылочку на копирайт. Вот таким образом работает инструмент по созданию презентаций. Очень быстро, легко и удобно. И еще я хотела вам показать раздел видеоматериалов, которые точно так же очень полезно использовать и для практической работы, и для преподавания. Например, раздел процедурных видео на тему диабет. Например, я возьму вот это процедурное видео. Вы видите, что видео сопровождается определенной аннотацией, достаточно много информации, которая касается данной процедуры. Это все можно, опять же, перевести на русский с помощью Google-переводчика, если это потребуется. И далее я запускаю ролик. Вы видите, таким образом работает раздел видео процедур и манипуляций, и так далее. Это может быть и выступление какого-то профессора с презентацией, это может быть, как в данном случае, пациентский случай. Всевозможная информация, которая имеет формат видео. Очень полезный и интересный раздел. Нажав на логотип слева вверху, вы всегда легко и просто возвращаетесь на домашнюю страницу клиника Луки. Пожалуй, это все, что я вам хотела сегодня показать. Очень коротко, как выглядят клиника Луки, что из себя представляет этот ресурс. И я надеюсь, что я сумела вас заинтересовать этим ресурсом, поскольку он действительно дает очень много полезной информации, которую можно использовать как в научной деятельности, так и в практической клинической деятельности или во время преподавания. А теперь я готова ответить на ваши вопросы. Татьяна Евгеньевна, добрый день. Действительно, было очень интересно сегодня услышать от такого профессионального эксперта, как устроена система. Вы очень просто показали, как с ней работать, но при этом есть много вопросов. Мы их обобщаем из чата, и если позволите, я буду вам их задавать. Конечно. Скажите, пожалуйста, какие варианты доступа к этому ресурсу присутствуют? Например, если есть доступ к ресурсу Скопус, то можно ли будет использовать клинику ЛК или нет? Для того, чтобы получить доступ к нашему ресурсу, Скопус – это ресурс моих коллег, другого отдела, другого департамента. Для того, чтобы получить доступ к клинику ЛК, нужно оформить подписку на клинику ЛК. Но пользоваться паролем для Скопуса можно. То есть, если у вас есть пароль к любому другому ресурсу Эльзивир, то после оформления подписки вы легко можете его использовать для нашего ресурса. Понятно. Вы работаете с экспертами из Российской Федерации, из Москвы, или это исключительно эксперты европейские, которые занимаются наполнением ресурсов? Наполнением ресурсов занимаются наши европейские эксперты, у которых есть контракт с компанией Эльзивир. Они фактически являются такими внештатными сотрудниками издательского дома Эльзивир. Пока у нас не было такой практики в России, но я не вижу никаких препятствий хотя бы инициировать этот вопрос. Я буду только за. Я считаю, что наша практика, она достойна и мирового внимания тоже. Да, я с вами соглашусь. По российским журналам, есть ли там наши российские журналы или нет в ресурсе? В ресурсе Эльзивир присутствуют только те журналы, которые принадлежат издательскому дому Эльзивир. Поэтому я не уверена, что российские журналы принадлежат издательству Эльзивир. Есть такие. Поэтому, конечно, это же прежде всего наши журналы и Медлайв. Понятно. У нас Москва сейчас активно участвует в различного рода клинических исследованиях, клинических испытаниях. И здесь я тоже увидела, есть такой раздел. Скажите, пожалуйста, как туда попадают клинические испытания? Кто их заявляет? Клинические испытания попадают с международной базы данных clinicaltrial.gov. То есть все клинические испытания по международным стандартам, по крайней мере, насколько я это понимаю, они отправляются вот таким-то образом туда и оказываются на этом сайте. И я туда ходила, на этот сайт, я видела, там действительно огромное количество информации. Я как раз наблюдала, как вакцина наша регистрируется, в том числе наша, ну и прочих других стран. И уже наши технические специалисты каким-то образом переносят эту информацию в клинику ЛКИ. Я, к сожалению, не знаю технических деталей, но, в принципе, это тоже можно узнать, если такая заинтересованность есть. Очень интересный раздел по пациентскому образованию. Он интересен тем, что у нас тоже достаточно большое количество материалов, которыми мы готовы делиться. Вот, опять же, памятки, методические рекомендации, книги, они отбираются вашими экспертами? Есть ли возможность российские, московские разработки подавать на регистрацию в клинику ЛКИ или нет пока? Пока такой возможности нет, потому что даже вопроса такого никогда не вставало. И памятки для пациентов создают, в общем, те же специалисты, которые делают и клинические обзоры. То есть они мировые специалисты, им дается определенный заказ от Эльзавир, и они готовят эти документы в соответствии с определенными стандартами и пользуясь определенной информацией. Референсные ссылки вы видели, всегда можно найти. Пока не было такой задачи, сотрудничество с Эльзавир вот на уровне наполнения этого ресурса. Я его предлагаю как коммерческий продукт, я его продаю в России, да, и пока не было таких вопросов. Очень интересные вопросы, поэтому я обязательно обращусь к руководству именно с этими вопросами сотрудничества в области наполнения этого ресурса. Да, это было бы хорошо, потому что Москва отдельно, как субъект, конечно, за вот эти два года неполно накопила огромный потенциал не только в части диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, но и по многим другим заболеваниям удалось продвинуться, потому что стали использоваться другие технологии принципиально, которые распаковали возможности наших специалистов. Конечно. Татьяна Евгеньевна, пока вопросов больше нет к вам, у нас сейчас будет выступать следующий наш спикер Ельмира Агасалимовна, она уже с нами на связи, и она поделится своим опытом использования зарубежных источников в научной деятельности и при проведении клинических исследований. Но я прошу вас, Татьяна Евгеньевна, не отключаться, потому что если появятся вопросы, в ближайшие минут 15-20, я вам их тогда задам. Конечно, буду рада ответить. Да, спасибо большое. И я передаю слово Ельмире Агасалимовне, пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Елена Ивановна, я вас хотела поблагодарить. Вы всегда подбираете очень интересных спикеров, которые дают максимально полезную информацию. Татьяна Евгеньевна, вам огромное спасибо, потому что копилка знаний наших коллег и начинающих, и уже опытных, она пополнилась сегодня очень полезным таким ресурсом, и мы теперь знаем, как им пользоваться. Спасибо огромное. Ну, что хотела сказать. Москва – это такой прогрессивный город, и здесь очень много различных вариантов получения информации. И, может быть, мы немножко в более выгодной ситуации, потому что здесь как бы информационный ресурс выше и есть возможность. Кроме того, медицинские работники детских, взрослых, поликлинических, стационаров сейчас активно работают в системе ЕМИА, с единой аналитической медицинской системой. И, конечно, огромное количество информации, которое каждый год, полгода удваивается, она создает предпосылки к тому, чтобы в один прекрасный момент количество перешло в качество. Этот момент неизбежен, потому что всегда появляются какие-то неочевидные связи, которые видны на большом объеме информации. И у нас есть такой механизм статистической обработки, информационной обработки, программной обработки, чтобы эти неочевидные связи выявить и использовать в программах, в системах поддержки принятия решений для врача. Я бы сегодня хотела о некоторых таких системах, которые уже успешно работают в поликлиниках и в стационарах, немного рассказать. Ну, первая такая большая система поддержки принятия решений, которая уже внедрена во многих взрослых поликлиниках, сейчас активно развивается в детских поликлиниках, это поддержка принятия решений о постановке диагноза. Сейчас уже по нескольким жалобам, введенную систему, программа выдает наиболее вероятностные диагнозы, которые врач может либо принять, либо поставить какой-то свой диагноз. Но система не стоит на месте, плюс к постановке диагноза подгружается еще пакет назначений, именно тех назначений, которые должен сделать врач при постановке этого диагноза, чтобы дифференцировать заболевания от каких-то других вероятных и возможных болезней. Это очень важно, потому что сейчас по 265 клиническим группам разработаны такие вот протоколы, и они успешно используются. В детской практике сейчас в ближайшее время будет внедряться тоже система пакетных назначений по 19 специальностям. Это тоже очень важно, потому что это существенно повысит качество оказания медицинской помощи. Огромное такой потенциал огромный в системе поддержки принятия решений конечно сейчас развивается в области функциональной диагностики и в обработке рентгеновских изображений. Сейчас есть система, которая удаленно передает запись электрокардиографа и эта запись обрабатывается и выдаётся результат, который на 99,9% соответствует правильным показателям. Это отмечают все социалисты, которые потом вручную перепроверяют эти данные. Это тоже очень важно, потому что электрокардиограмма снимает средний медицинский персонал и система уже видит какие-то триггерные точки и сразу даёт информацию о том, что эту плёночку нужно срочно показать врачу для того, чтобы он мог принять какое-то решение. Огромный ресурс у нас есть в плане анализа рентгеновских снимков. Это и снимки, полученные с маммографа, КТ, МРТ исследования и любые цифровые изображения. Есть система, которая распознает такие заболевания, как коронавирусная пневмония, сейчас уже практически на 90 с лишним процентов точный диагноз, более того, там до процента определяется уровень поражения лёгкого. Такие системы помогают поставить диагноз рак лёгкого, онкологические заболевания головного мозга, болезни Альфгеймера, инфаркт, миокарда и многие-многие другие. То есть прогресс не стоит на месте. Недавно был разработан КТ-калькулятор, который помогает прогнозировать, какое поражение лёгкое может быть у больного с коронавирусной инфекцией. Мало кто об этом знает, но это такая разработанная программа при участии специалистов из МГУ имени Ломоносова. В эту программу заносят данные физикального обследования, показатели крови и с большой вероятностью программа выдаёт возможный результат поражения лёгкого при пневмонии. Это просто достижение такое, которого ни у кого практически нет. Почему я об этом говорю? Вот для того, чтобы достичь таких высоких показателей, конечно, люди, которые принимали участие в разработках, они принимают участие и в научных исследованиях. Но для того, чтобы найти правильное решение и правильный путь, конечно, нужно прогнозировать огромное количество информации и огромное количество источников получения этой информации. И вот последние лекции, которые мы с вами слышали на нашей платформе, они как раз показывают нам, где можно такую достоверную информацию получить. Это залог огромного успеха. Кроме того, сейчас довольно сложно в наше время быть врачом. И не только врачом, но и врачом-исследователем, потому что сейчас от медицинского работника требуются знания в разных областях. Это и область экономики, и биоинжиниринга, просто инжиниринга, айти отрасль, которая зашла в медицину, она сейчас на таком уровне и в таком проценте применения, что она даже превышает ее использование в оборонной промышленности. То есть раньше у нас по конверсионным технологиям приходило все в разные области, а теперь из медицины эти технологии уходят во все области, в том числе и в оборонную область. Конечно, этого невозможно было достичь без анализа разных источников информации и без проведения собственных научных исследований. Поэтому спасибо огромное за сегодняшнюю лекцию. Я думаю, что всем врачам это будет очень полезно и начинающим, и тем, у кого уже есть большой опыт, это все пригодится. Я думаю, что чем больше мы будем заниматься наукой, тем более взрывной рост у нас будет показателей по улучшению здоровья наших пациентов. Спасибо. Да, спасибо Эдмир Агасалимов на действительно развитие, активное развитие клинического и критического мышления у врачей. Он создает такую тусовку в хорошем смысле этого слова, научную на базе поликлиник, на базе медицинских организаций и является дополнительным средством вовлечения медицинских работников в деятельности и развитие корпоративной культуры. Скажите, пожалуйста, на такой, наверное, вопрос не отсутствует точно от меня. Не боятся ли родители, когда вы им рассказываете, что их детям диагноз ставят компьютер? Вы знаете, у нас родители в основном в котеле, и они сами уже, как бы, у них есть предпосылки к тому, чтобы доверять каким-то устройствам. Сейчас практически все имеют какие-то умные гаджеты, фитнес-браслеты, какие-то дополнительные гаджеты, которые измеряют уровень сахара, давление, любые показатели, умный дом, то есть все, что угодно. Поэтому, в принципе, люди уже готовы к тому, чтобы использовать какие-то новые технологии в повседневной жизни, в том числе в медицине. Более того, родители, которые приходят на прием к врачу и понимают, что врач разбирается в цифровизации, в каких-то IT-технологиях, программах, к нему доверия уже больше. То есть поменялся наш пациент и, соответственно, поменялись наши медицинские работники. Это как раз вот тот шаг, который мы делаем в будущее. Дело в том, что я не случайно сказала, что в разработке этих программ принимали участие специалисты из МВВ имени Лобоносова. Это биоинженеры, это статистики, это любые специалисты, которые, может быть, никакого отношения к медицине не имеют. Но более того, в медицину приходят такие специалисты, которые, казалось бы, вообще к этому отношению имеют. Например, лингвисты, для того, чтобы у нас не было языковых барьеров, чтобы мы могли спокойно читать любую литературу, которая нам нужна. есть такая специальская биоэтика. Вот сегодня говорилось о том, что есть пациентские памятки. Они должны быть составлены ровно тем языком, незаумным, без лишнего нагромождения терминами, чтобы пациент мог понять и четко следовать этим инструкциям. Сейчас медицина, медицинские работники, это вот такая коллаборация разных специальностей, разных специалистов. Поэтому, я думаю, за совместной работой, за совместной научной работой сейчас будущее. А родители, они готовы к этому. Понятно, спасибо. И еще один вопрос от наших участников уже. Ну, понятно, что вы, как главный врач поликлиники 110-й, как главный штатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детям, вы, конечно, у себя организовываете движ, у вас все проекты, которые в Москве запускаются, я уверена, что они проходят через вашу поликлинику апробация. Но сейчас во всех поликлиниках есть какие-то проекты, которые реализуются, или есть набор определенных детских поликлиников, в которых все время проходит апробация новых проектов, а другие поликлиники так немножко в стороне и детские стоят. Спасибо за вопрос, очень интересный. Разные проекты проходят в разных поликлиниках, но удачная их эксплуатация потом тиражируется на весь город. И в пилотные проекты тоже принимаются разные поликлиники, то есть берутся те учреждения, которые всегда участвуют в проектах, и те учреждения, которые, может быть, никогда не участвуют в проектах. Я считаю, что это правильно, потому что взгляд на одну проблему, он должен быть с разных сторон. Должно быть присутствие людей, которые уже имеют опыт, и присутствие людей, которые немножко по-новому, по-свежему смотрят на какую-то проблему, которая решается в городе. Я считаю, что это очень правильно, поэтому шанс есть у всех. Понятно. Спасибо, Витмира Гусалимовна. Татьяна Евгеньевна, один вопрос к вам поступил еще, если позволить, я вам его задам. Вопрос, конечно, есть ли возможность тестового доступа к ресурсу или обязательно сразу заключать договор на подписку и возможно ли это заключить на физическое лицо или только на юридическое лицо? Разумеется, как можно приобретать то, что вы не попробовали? Конечно, конечно, обязательно и должен быть, и есть тестовый доступ. Мы предоставляем бесплатный тестовый доступ на месяц, то есть на 30 календарных дней. Во время тестового доступа мы проводим бесплатные тренинги. Как, впрочем, и потом после приобретения подписки мы сопровождаем сотрудничество с нашими клиентами на уровне бесплатных тренингов и количество тренингов не ограничено. Можем даже проводить индивидуальные встречи, но вдруг на общем тренинге какой-то ответ не получен. Мы можем сделать индивидуальные встречи с каждым пользователем, у которого что-то не получилось. Поэтому, конечно, тестовый доступ, обязательно обучение, обязательно техническая поддержка. Мы всегда рядом, я в частности рядом, и мои коллеги технические люди тоже всегда в помощи нашим клиентам. Что касается физических лиц, пока у Эльзивир нет возможности предоставить индивидуальную подписку. Мы думаем над этим. Мы пробовали такой формат в рамках научных обществ, например, с сообществом рентгенологов и радиологов. Мы уже опробовали такой подход, когда приобретается индивидуальная подписка через общество. Но у нас нет пока механизма заключить соответствующие финансовые отношения с частным пользователем, с физическим лицом. Поэтому мы заключаем договор с учреждением. У нас есть представительство в Москве, в России, то есть мы можем заключать российские контракты, которые требуются. То есть в этом плане мы подготовлены и всегда будем рады сотрудничеству с любым учреждением. Хорошо, я поняла. Спасибо. Коллеги, я еще раз напоминаю, что у нас с вами во всех медицинских организациях системы столичного здравоохранения обеспечен бесплатный для вас доступ к ресурсам компании Экзивир с Кокусу. Клинику я думаю, что мы можем обсудить возможность тестового доступа для наших организаций. Этан Гейна, мы соберем обратную связь, если у нас много будет желающих организаций, мы через наш институт тогда попробуем организовать такой тестовый доступ на месяц всем нашим организациям, посмотрим, насколько они интенсивно будут им пользоваться, для того, чтобы понять о возможности заключения корпоративной подписки на этот ресурс при необходимости. Мы пробовали такую схему уже неоднократно, последний раз мы работали с up-to-date по этой схеме, когда через наш институт обеспечивается доступ всем желающим медицинским организациям, и вся статистика собирается у нас, и мы на основании уже готовим коммерческое предложение для организации подписки всем медицинским организациям. Поэтому, коллеги, если вас заинтересовал этот ресурс, давайте попробуем собрать эту обратную связь, ее можно направлять на наш адрес электронной почты, указанной на страничке нашего проекта на официальном сайте института, и на сайте дирекции по координации деятельности мы также ведем этот раздел совместно с нашими коллегами, с которыми запускали проект, и посмотрим, если обратная связь от вас будет достаточно активная, тогда мы уже выступим с предложением организовать тестовый доступ на месяц нашим организациям компании Эльзивир. Коллеги, на этом наш сегодняшний семинар завершается, я надеюсь, что вам были интересны эти вопросы, которые мы поднимали на сегодняшнем семинаре, если у вас есть пожелания по тематикам, вы также можете писать сейчас в чат после завершения нашего мероприятия или по нашему адресу электронной почты, на которой мы собираем с вас постоянно обратную связь по проекту. В следующий раз мы встречаемся с вами в следующий четверг, ровно через неделю в 18.00 будет новая, но очень интересная тема. спасибо вам большое за внимание, до свидания, хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok